Вы для себя как-то объясняете, зачем Лукашенко этот суд? Ну, как и все другие судебные, в кавычках, решения, заседания, это существование давления на тех людей, которые выступили против сфальсифицированных выборов, против насилия, против участия в войне России, против Украины с участием режима Лукашенко и других оснований. То есть он хочет таким образом оказать психологическое воздействие на данных лиц. Как вы чувствуете на себе это давление? Вы одно из тех лиц, на которые пытаются таким образом давить? Ну, вы знаете, на меня давление начало оказываться еще с октября 2020 года. Это невозымело действие. Безусловно, и это псевдосудебное заседание не будет не иметь на меня никакого влияния. Это еще больше мотивирует к тому, чтобы бороться с этим ужасным режимом. Я, например, рад сообщить, что сегодня, например, государство с департаментом США приняло очередной пакет санкций. 25 белорусских чиновников, тех, кто занимается преследованием людей в Беларуси, нарушает права человека в стране, попали в санкционный список США. А мы внесли соответствующие предложения Европейскому Союзу, Европейской комиссии. Наши представители Объединенного переходного кабинета, команды Народного антикризисного управления на этой неделе выезжают в Брюссель, чтобы провести переговоры. Мы внесли предложения и Офису президента Украины, кабинету министров Украины введения национальных санкций. В ближайшее время у нас будет встреча с министром внутренних дел, министром иностранных дел Польши. Мы передадим предложения по национальным санкциям. И сегодня, как раз, когда началось судебное заседание, у нас было заседание Объединенного переходного кабинета правительства Беларуси во главе с Светланой Тихановской. И это поэтому мы не занимаемся тем, чтобы следить за этим спектаклем. Хотя, делаю оговорку, как бывший министр культуры, я не могу назвать это спектаклем, потому что я обижу актеров. Я не могу даже назвать это цирком, потому что в цирке также работают профессиональные артисты. Мне не хочется обижать цирковых артистов. Что это такое шоу, я не знаю, представление, но это точно не суд. Павел Павлович, скажите, будут ли те, кто сейчас виртуально находится на скамье подсудимых, да даже не виртуально, но просто обвиняются в этом процессе, будут ли они судить Александра Лукашенко? Ну, мы судить точно не будем, потому что для этого должны быть созданы новые суды. Я имею в виду новые студии назначены, которые не будут связаны с политическими репрессиями в Беларуси. Я предполагаю, что здесь произойдут кардинальные изменения. И как представитель кабинета, ответственный за вопросы транзита, это один из главных вопросов, которые мы должны обеспечить, это иллюстрация, в том числе включить механизмы демократического назначения судей. Это могут быть парламентские процедуры, иные демократические процедуры, но ни в коем случае мы не планируем влиять ни на какие судебные решения. Сейчас чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы те лица, которые участвуют в репрессиях, понесли ответственность с точки зрения международного права и национального законодательства. Ну, например, в рамках универсальной уголовной юрисдикции. Если сотрудник участвовал в пытках, в отношении его может быть возбуждено уголовное дело на территории любой страны, которая подписала конвенцию ООН против пыток. И такую работу мы ведем из Польши, из Литвы, из Германии, Чехии. Да, к сожалению, пока безрезультативно, но вместе с тем уже десятки лиц находятся в таких списках подозреваемых. Поэтому я бы им подумать предложил, прежде чем ехать в страны, которые подписали эту конвенцию, их могут задержать в любой стране. Мы говорим об ответственности судей, в том числе, кстати, у нас был прецедент в Литве, пока сложный, когда было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении судей, который выносит политико-мотивированные решения. К сожалению, прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, однако суд в характере надзора отменил решение прокуратуры и обязал прокуратуру провести следственные действия в соответствии с национальным законодательством Литвы. Поэтому, я надеюсь, появятся и прецеденты преследований судей за политические решения, политико-мотивированные решения. Ну, вы знаете, когда судья в суде выполняет функцию прокурора, а когда адвокат назначен КГБ, ну, мы прекрасно отдаем себе отчет, что уже все сроки прописаны, все уголовные сроки тюрьмы условной уже прописаны в решениях заранее. Поэтому и наше участие там никто не хотел видеть, ни коим образом, ни через ЗУМ, ни через реальных адвокатов, ни проводить какую-то линию защиты. Им это не надо. То, что Александр Лукашенко втянул Беларусь в войну против Украины, встав на сторону России, фактически отдав территорию страны для того, чтобы Путин использовал ее в этой войне, мешает вам добиваться каких-то своих целей? Потому что к белорусам тоже сильно ухудшилось отношение после того, как Лукашенко, по сути, вступил в войну. Не совсем так. Первично, да, была определенная негативная реакция. Сейчас все-таки при понимании, что не является ситуацией идеальной, она стабилизировалась. У нас очень много белорусов находится в Литве, в Польше. Я не скажу, что они встречаются с какими-то колоссальными проблемами, связанными с легализацией своего статуса на территории этих стран. Кстати, Польша и Литва являются лидерами с точки зрения количества белорусов, проживающих, и с точки зрения отношения к белорусам. В целом, достаточно благоприятное, то есть позволяющее им социализироваться в те условия, в которых они временно находятся в беженстве. Если же мы говорим об участии Лукашенко в этой войне, то это, наоборот, нам помогает. И вот буквально сегодня или завтра состоится встреча в рамках форума в Давосе Тихановской с министром иностранных дел Нидерландов. И, кстати, Нидерланды будут участвовать в лице министра юстиции в ближайшей встрече в Лондоне, в которой будет проводить РАП, вице-премьер правительства Великобритании, министр юстиции правительства Великобритании по вопросу создания международного трибунала об уголовной ответственности за агрессию, за военные преступления. Для нас является принципиально важным вопрос внесения в список подозреваемых как самого Лукашенко, так и его хунты, его генералов, которые содействовали, и, как мы видим, до сегодняшнего дня, продолжают содействовать агрессии в убийствах украинцев на территории Украины. Но это еще один дополнительный, к сожалению, ужасный, но очень серьезный аргумент, который создает нам возможности оказывать политическое правовое давление на режим Лукашенко. Он должен понимать, я беседую много с дипломатами, вчера у меня и с шведским послом была встреча, с американским послом, это тектонические изменения, и этих тектонических изменений уже не избежать. И так же, как и Путин, его режим, так же, как и Лукашенко, его режим, они обречены. Ну, последний вопрос, коротко мы уже говорили про использование Лукашенко и территории Беларуси для войны, но все гадают, будут ли участвовать вооруженные силы Беларуси, или, может быть, какие-то прокси-формирования, о которых тоже шла речь в нашей программе в войне в Украине, как вы думаете? Будут, но с одним но, очень ключевым. Сегодня тот посыл, который дается о том, что якобы Лукашенко петляет между Востоком и Западом, он не совсем верный. Лукашенко действительно петляет, но он петляет между Путиным и Путиным. Он хочет выторговать как можно больше экономических преференций от Путина за реализацию стратегических целей, задач, которые ставит перед ним тот же Путин. И мы видели последний визит, когда он с букетом цветов встречал в аэропорту на ковровой дорожке Путина. И за этот букет цветов, как некоторые политики почему-то считают, Путин решил подарить ему третий блок атомной электростанции, когда Лукашенко даже не заплатил еще за предыдущих два, 10 миллиардов долларов инвестиций. Открыл рынок российских товаров. Сейчас идет согласование цены на газ в районе 60-80 долларов США за тысячу кубометров. Решаются как бы другие экономические преференции именно в интересах режима Лукашенко. Скажите, за букет цветов Путин дает все преференции Лукашенко. Нет. За реальную поддержку. Сегодня мы находимся в третьей фазе подготовки агрессии с севера в отношении Украины. Третья фаза – это создание угрозы. Те учения, которые начались вчера, военно-воздушных сил и ВКС Беларуси и России, и в том числе перемещение воинских подразделений, использование всех восьми полигонов Беларуси для постоянных непрекращающих учений – это все создание угрозы применения силы. Но сегодня Лукашенко не хочет послать войска. И это действительно так, потому что это ударит по ему же самому. И Путину не надо стимулировать Лукашенко отправить сегодня войска с севера в Украину, потому что он понимает, что проблемы Лукашенко станут его проблемой в Беларуси. Но когда будет сформирована ударная группировка на востоке, когда будет сформирована ударная группировка на севере, вот тогда Лукашенко выполнит приказ Кремля. Но надо просто смотреть за развитием этой ситуации. И, конечно, тут все надежды на вооруженные силы Украины, которым мы помогаем. Мы, кстати, создаем уже третье воинское добровольческое подразделение в Украине. И будем расширять нашу помощь настолько, насколько это возможно украинцам. Спасибо огромное. Спасибо. Это Байл Латушка. Байл Латушка.